Но это то решение, которое рождается сразу. А это просто условия быта, к этому нужно относиться проще. Есть очень много красивых предметов, которые можно рассматривать, и стены — это только фон. Всем привет! С вами Оля Качанова. Сегодня мы идем смотреть, как живут другие, и идем смотреть на дачу, которые в последнее время вам так полюбились. Кстати, если вы хотите, чтобы каждую пятницу у меня на канале выходил обзор дач, то ставьте лайк этому видео прямо сейчас. Будем смотреть на реакцию. Ну и анонсирую вам дом. Небольшой домик, 62 квадратных метра. Одна спальня, кухня-гостиная, прекрасная ванная и очень много классных идей от уже полюбившегося нам дизайнера Ольги, которая живет здесь, в Челябинске, к которой я приехала в гости. Идем смотреть. Оль, привет! Привет, Оля! Рада снова увидеться. Да, давно не виделись. И так удивительно, что у нас съемка именно повторяется 25 июля. Спустя три года. Да, я рада оказаться в этом доме, потому что, знаешь, во-первых, много интересных домов, все больше появляется, это очень радует. Во-вторых, сегодняшний дом, он прям такой, я бы сказала, что очень уютный для многих. И идеи, которые ты здесь использовала, мы можем все для себя применять. Так что сегодня ждем твоего рассказа. Хорошо, я поделюсь. В двух словах, как обычно, площадь, высота потолков, и потом начнем. Мы находимся в небольшом, но при этом доме. У него площадь там 62, по-моему, 0,4 квадратных метра. Высота потолка была 3 метра, сейчас она 2,95, вот я его померила. Это такой комфортный дом, и я его назвала таким домом для соло-проживания, потому что здесь находится кухня-гостиная одна, спальня и ванная с окном. Других, ну, прихожей, других помещений нет. Хозяйка здесь живет уже год, мы уже с ней познакомились, но рассказывать нам будешь ты. Поэтому я тебя попрошу сегодня рассказать о каких-то приемах, которые помогут нам сэкономить или выйти из положения, классные материалы, отечественные производители. Тот прием, который я здесь реализовала, изначально я как раз реализовала на себе, это отказ от подготовки стен под покраску. Чтобы не делать идеально вышкуренные стены, не тратить туда колоссальные деньги, а потом экономить уже на обстановке. Я, испробовав на себе, мне этот прием понравился, и теперь я всячески среди своих клиентов также его транслирую. Здесь такая интересная ситуация сложилась, что именно у тебя, Оля, на канале, хозяйка этого дома увидела мою квартиру, вдохновилась, связалась со мной и сказала, что ей нужно похожее жилье. И так и получилось. И вот про стены ты начала рассказывать, получается, что пойдем сразу покажем людям, как у тебя в квартире сделано, так и здесь, да? Они вот видите, неровненькие. Да, здесь идет грубая штукатурка, нет шпатлевки и нет вышкуривания. И это дает возможность как бы эффекта живой стены. И тем самым мы отлично экономим, и потом эти деньги, которые у нас на стройку выделены были, мы тратим хорошее наполнение. То, на что мы сидим, на наш свет, на стулья, то есть мы на обстановку тратим. А на стенах, на отделке экономии, здесь работает шикарно цвет стен. Согласна. Он все скрадывает. И изначально также у многих людей возникает сомнение. Ой, так это ну как-то грубо смотрится. И хозяйка этого дома также, ее близкие люди, которые приходили, и сначала тоже были сомнения, но когда мы все покрасили и обставили, то есть здесь очень много красивых предметов, которые можно рассматривать. И стены это только фон. И вот это та вот философия, которую я стремлюсь донести для большего количества людей, чтобы они не тратили силы на гладко вышкуренные стены. Ой, очень хорошо. Пойдем смотреть дальше. Пойдем посмотрим, как обычно, кухню, да. Хотя тут глаз цепляется и за панно, про которое мы поговорим, и за стулья, и за винтаж, и за потолок. Давай постепенно. Кухня шикарная и огромная. Вот для одного, да, человека? Ну, для одного, может быть, она и огромная, но так, в принципе, это такая удобная кухня, линейная. Моя задача стояла в том, чтобы сделать ее нейтральной в обстановке кухни-гостиной. Это тоже такой прием, потому что самая главная и парадная часть, это у нас все-таки гостиная, а кухня утилитарная часть. И поэтому я стараюсь ее нивелировать, чтобы она не порослась в глаза. Здесь специально цвет фасадов согласован с цветом стен. Она выльяется, да. Да, растворяется, да. Все, я тоже... Следующий вопрос, как так получилось? Это специально выверенный ход. И она абсолютно лаконичная, то есть нет никаких ручек, то есть все нейтрально. Единственное, что привлекает внимание, это фарт. Да, давай про него тоже расскажешь нам. С фартуком связаны интересные истории. Я была в магазине, и там стенд стоит с распродажей, с остатками на складе. И мне очень понравились вот эти вставки. Это испанская плитка. Она распродавалась. И взяв в руки и играя вот эти бензиновые переливы в руках, я в нее влюбилась. Спросила, сколько их штук осталось. Их осталось 23 штуки. То есть я купила их все. И они у нас здесь все интегрированы. И потом я просто искала фон, чем можно оттенить, чтобы они у меня играли. И вот таким образом разместив, у нас получился, на мой взгляд, уникальное решение. Не часто. Я его такого не видела. По крайней мере, визуально не встречала. А расскажи мне про кухню. Вообще, наверное, дорого стоит. Это местное производство. Но нейминг, то есть, и, соответственно, недорогая цена. В данном случае и столешница у нас пластиковая. Она как бы недорогое само по себе решение. И здесь нет посудомоечной машинки. Потому что тоже хозяйка сказала, что нет необходимости. Сразу взгляд на раковину. Так, хватает ли нам раковины? Проверка хватает. Раковины тут хватает. То есть, получается, здесь такое вот меню. И когда получается ситуация, что у нас кухня стоит в гостиной, конечно, лучшее решение, когда это встроенный холодильник. В данном случае он просто встроен тоже в пенал. Чтобы, говорю, в бытовой части было минимум. Зато у нас есть парадная столовая зона. На что мы как раз и переводим, что цепляет взгляд. И то, что мы видим, это сразу со входа в это пространство. Здесь зона такого панно с винтажным буфетом, который мы искали. Такой нижний буфет. Это единственный предмет, который не подвергся реставрации в этом доме. То есть, здесь есть довольно-таки много предметов. Мы к ним будем освещать, возвращаться. А это вот как он был, он просто куплен. И я искала, чтобы вот этому теплому рыжему дереву обстановку, которая вот его бы подчеркивала, его красоту. Правильно я понимаю, что он просто вот здесь по цвету совпал к этому прекрасному рисунку. Это обои какие-то или что это? Да, это обои фирмы Крома. По-моему, коллекция называется Orbital. Я искала такой вариант палитры, чтобы у меня совместились рыжие акценты и голубые-синие. Вот у нас потом за спиной тут диван. И очень цвет подходит. И вместе вот как бы миксуют цвета, которые присутствуют в данном пространстве. Как мне нравится, ты обрамила это в рамочку. Ее не сильно видно. И самое что, вот я вам покажу, вот что. Это картина, которая как бы не вместилась в рамку, которая для нее сделана. Мне прям нравится, асимметрия. Это сразу, да, было так придумано композиционное решение, чтобы вот картина не висела в обрамлении, да, панно из обоев, а именно выступала. И опять же, все пространство здесь мы видим, здесь нет чистых цветов. То есть глухие, спокойные цвета. Но вот это вот полотно, это панно, оно белое. То есть оно именно такое должно цеплять внимание. И именно не должно быть цветным. То есть это не должно быть какое-то изображение. Я хотела, чтобы была какая-то скульптурная тема. И хозяйка дома нашла исполнителя. То есть и сделали вот такое вот панно. А-ля драпировка такая. Мне кажется, даже не так сложно самим это сделать. Я видела много мастер-классов в Нельзя Грамме. Да, вот это... Это ваша проба пера, да? Вот это ее опыт. Она мне показывала, что вот она ходила на мастер-класс, делала сама вот такую текстуру. И возможно, я не до конца уверена, но возможно, она именно у автора этого мастер-класса заказала вот это вот более крупное панно. Отлично. Я вижу, мне кажется, винтажный свет, правильно? Правильно. И на кухне, да, вот он наборчик прям. И на стене, бра! Это тоже... Вот данный дом, он рождался в соавторстве с хозяйкой этого дома. И именно ее желание использовать винтажный свет. То есть сначала она ориентировалась на мой дом, да? У меня есть предметы мебели, но не было света винтажного. А она говорит, я очень люблю. И вот эту люстру она сразу тоже так как бы нашла. И говорит, мне она очень нравится. То есть мы ее интегрировали сюда. Светильники здесь бра, я думала, в противовес совершенно наоборот. Лаконичные и современные. Из дымчатого стекла. Она их купила, они есть. Но она также купила эти бра. И все они куплены на Авито из разных источников. Поэтому все оттенки стекла, вот здесь вот такой более карамельный, такой, да, как вот на леденцах петушок. Здесь более... Ну, здесь желтый, здесь есть зеленоватый оттенок. Они все несколько разные. Но в этом их прелесть. И поэтому она сказала, пусть у меня пока повесят эти бра. А если мне надоест, то я уже смогу и повесить те современные, которые изначально я планировала сюда разместить. Так, Оль, ну что я могу сказать? Очень необычная композиция. В принципе, решение такое свежее. Это тебе не картинка с Pinterest, которую ты повторила. Но, значит, смотрим. Недорого, недорого. Обой на стену недорого. Стены относительно недорого. Сервант с Авито. Как это вместе заиграло, заработало и стало точкой притяжения взглядов. Молодец. Спасибо за такой комплимент. Обои, кстати, у нас из премиум-сегмента. Но везде они куплены по одному рулону. Поэтому и важно вот такое соотношение цены и качества, когда есть недорогая отделка и при этом что-то такое уже более премиального уровня. И визуально тогда это не работает как дешевый ремонт. Так, конечно же, теперь пора нам поговорить про потолок. Причем я тоже вижу, что вот это просто брус, покрашенный в белую краску. И, видимо, ничего тоже сложного в конструкции нет. Плюс обои, да? Да, это обои. У меня возникла идея, это дом за городом в пригороде Челябинска. И хотелось создать несколько такую расслабленную историю. И тема плетения, она, безусловно, считается, ну, такой мотив на загород, на расслабление. И в тропических же странах существуют соломенные потолки. И эта тема мне была, ну, как-то интересна была. Я думала, как реализовать. Физически реализовать в наших условиях это сложнее. Найти мастеров, кто бы это взялся. И тогда я пошла недорогим путем имитации. Я не очень люблю имитации в обоях, когда я имитирую дерево, кирпич, камень. То есть в данном случае искала, ну, думаю, здесь она далеко от уровня глаз. То есть, чтобы видно. И нестандартное использование на потолке. То есть если на стене имитация, то есть мне не нравится. Ну да, потому что ты можешь близко подойти, потрогать. И получается, что это как бы фальшь. Это обман. А когда у нас идет на потолке, то здесь уже такая другая немножко история. Игра. Я очень четко рассчитывала рапорт вот этих квадратиков, чтобы у меня прям плетение все совпадали. Балки это все-таки полиуретановый, это не брус. То есть нашли мы балки. Тоже прямо толщина сечения имела значение. Вау, а выглядит как брус. Да. То есть имитация довольно-таки хорошая. И здесь сам стык, получается, идет по колонии. Поэтому точный математический расчет позволил воплотить это. Ну и плюс разделила зоны. Мы сейчас еще вернемся. Я просто хочу показать, о чем мы говорим конкретно, чтобы люди видели. Что вот стоит диван. Да, у нас есть зоная гостиная. Там, где заканчивается вот этот потолок. Но прежде чем уйти и смотреть диван, давай поговорим еще про стулья и стол. Давайте. Стоу Икея. Узнала. Шпор. Причем, как у меня дома стоял, только в черном цвете, а не в коричневом. У нас был дуб светлый. Стулья у нас винтажные. Они прошли реставрацию. Чем хороши, я очень люблю стулья, говорю, в том числе у меня и дома тоже такие есть. У них хороший эргономик. На них приятно сидеть. И еще тот момент, они легки двигаться. То есть сейчас такой тренд на стулья с мягкой обивкой. В том числе с мягкой спинкой. Но сложность обычно, что их придется двумя руками передвигать. А здесь ты легким движением отодвинул. То есть у тебя уже на генетическом уровне, там в родительском доме, там в бабушке домах. То есть это все легко и просто. Поэтому вот такие стулья. Они несколько отличаются. Если так посмотреть. Чуть-чуть, слегка. А чкурин отреставрированы. Цена вопроса. Интересно? Конечно. Цена вопроса получается реставрироваться где-то 4,5 тысячи рублей плюс ткань. Вот эта обивка. Потому что ткань может абсолютно разного уровня быть. Качество. То есть в данном случае вот такая стоимость. Ну вполне неплохо за стул. Особенно когда ты понимаешь почему. Да, почему и он при этом остается уникальным. То есть масс-маркет уже всем глаза намылил. Мы заходим в любое кафешке, мы все эти кресла, стулья видим. Имзы. Имзы или там вот эти велюровые какие-то. Обивки примерно одинаковые. То есть там изумруд, серый, не знаю там бордо. А здесь ты можешь уже поиграть и таких стульев не будет. Двигаемся дальше. Мы попали в зону гостиной. Первое, мы только что обсудили с тобой, что кресло низкие. Ну-ка давай, присаживайся. Да, кресло получается визуально очень низкие. Относительно даже дивана. Но когда на него садишься, опять же, европейцы в свое время умели хорошо делать и грамотно рассчитывать посадочные места и эргономику. И ты садишься и при этом удобно. Подлокотники, спина держит. То есть ты чувствуешь себя очень вольготно. И не громоздко. Изначально я хотела диван сюда поставить, а кресло туда, чтобы диваном не перегораживать пространство. Но хозяйка дома сказала, я хочу лежать на диване и смотреть в сад. И поэтому у нас по-другому сложилась история. Хотя ничего не мешает поменять местами, когда это надоест. Ну, ты знаешь, вообще вся эта зона мне очень нравится тем, что как раз-таки вместо телевизора взгляд наш стремляется туда, на улицу. А там действительно все очень симпатично. Зелененько. И это не на телевизор. Телевизор ты поставила вот в другую сторону. И как раз-таки блэкаут не дает ему отсвечивать. Да? Когда есть необходимость, да. Кресло также прошли реставрацию. И обивку мы подбирали. Смотрите, как обивка. Вот эти все цвета, которые там в этом меланжевом рисунке замешаны с обоями. То есть это вот такая, с одной стороны, кропотливая работа. Но с другой стороны, вот такой перефраз из одного пространства, из одного угла в другой дает возможность воспринять, что это гармоничное пространство. Согласна. Так, давай еще поговорим, конечно же, про диван. Диван местная фабрика Юнусов и К. Сделали, вот мы выбирали у них. Мне понравились невысокие подлокотники в данном случае. Потому что раз мы диван поставили так, что мы заходим и на него как бы сразу опираемся, он не должен такой массой был визуально смотреться. И плюс мы нашли такую ткань, такую вот серебристо-голубую, которую, говорю, у нас есть и в обоих, и вот текстиль, который мы отшивали на заказ. Ну, получается, дивану год, да? Да. В качестве тумбы под ТВ у нас белевая тумба производства Чехословакии. То есть ее взяли и перекрасили. Или перекрасили. Может быть, даже хозяйка это сделала сама. Я сейчас не могу точно утверждать, так ли это или нет. То есть эти вот понятия бельевых ящиков, вот они как есть, там действительно есть белье. Да. И прям она узнаваемая, да? Да. На ножках. И очень хорошо здесь смотрится. Ты знаешь, интерьер не выглядит совершенно как интерьер с Авито. Вот что интересно. Опять же, похвалю тебя, мне это очень импонирует. Да, Авито и Икея, но при этом есть такой замес, который не считается, что это Авито и Икея. Да. Пойдем дальше смотреть прихожую и вот эту зону. Такая она тоже интересная. Оль, еще пока далеко не ушли, давай все-таки про стены. Краска-то в итоге какая? Потому что смотрится неплохо, аккуратненько. Краска как раз премиальная. То есть здесь не стоит экономить. Мы сэкономили, то есть важен всегда баланс. Мы сэкономили на качестве отделки, но покрыли хорошей краской. Краска глубоко матовая. Компания Lanners называется Moons. У нее очень хорошая цветовая палитра. Очень удобно ее выбирать всегда. И сами пигменты в краске, видите, цвет, он меняется. Если вы сейчас наверняка даже и в кадре замечаете, то здесь мы видим, может быть, один оттенок в глубине, он совершенно по-другому читается. То есть это возможность краски именно пигментов и стойкости. И еще момент, который я хочу с вами поделиться. А премиальные краски, у них свойство вот это связующее. Оно дает возможность скрывать микротрещины. Всегда, когда я говорю малярам, мы не будем шпаклевать. И не делать стеклохолст. И они сразу же парируют. Пойдут микротрещины. Это вот тот миф, на который многие идут. На эти микротрещины. Понимаете, если сделать стеклохолстом, микротрещины, они скрадываются, но стык разных материалов все равно идут. И туда очень много тратится денег. А за счет именно качества самой краски, она дает возможность растягиваться и сжиматься. У этой фирмы есть ролики, как они воздушные шарики лопают от разных производителей. И от ее краски, вот если с рынка, краска просто сбахнулся, шарик, и она сыпалась. А хорошая краска, то есть шарик прямо сжимает, то есть он держит, остает форму. То есть шарик лопнули, его пытаются сдуть, а он держит форму. То есть это говорит о качестве. Спасибо большое за это разъяснение, важно. Да, я вот с этим очень делюсь. За тобой есть светильники, очень необычные. Сейчас я их включу. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. На старт, внимание, марш. Опа. Ай, как красиво. Идея была такая, что хозяйка квартиры занималась в изо-студии, и у нее есть желание рисовать. В данном случае это картины, конечно, по номерам, но они написаны ее руками. И я когда их увидела, я их сфотографировала, безусловно. Он у меня в ТЗ было записан, и я придумала для них такую а-ля галерею. Галерейная развеска. Ну и светильники такие уже не сфоты, прямо как музейные, подсветные, а просто такая игра. Между картинами есть направленный свет вверх и вниз. Это тоже дает интересный визуальный эффект. Ну и теперь мы добрались до этого коридора. Ой, какой он. Вот похулиганить вы решили? И такие, ну давай где-нибудь. Да-да-да, мы решили похулиганить, и я очень благодарна за эту смелость хозяйке дома. Потому что такие обои выбрать не каждый решится. Но я здесь закрывала две задачи. Во-первых, потолки высокие, а двери стандартной высоты. Мы не стали опять влезать в стройку, чтобы перебивать перемычки, переделывать. То есть решили не делать этого. Но получается небольшая высота двери, и высота потолка, и вот эта налобная часть, она велика. И я думала, каким же образом его решить. Суть такова, что, видите, я отвлекла внимание и объединила три двери. Если у вас есть маленький коридорчик, как этот, он пустоватый будет. Сюда, по сути, ничего не поставишь. Это просто проходное место с тремя дверьми. Но если вот таким образом сделать панно из обоев, все эти три двери собираются в единую визуальную композицию. И вот этот активный принт, он перетягивает на себя внимание. Но чтобы он не рассыпался в этом пространстве, не вышел за его пределы, сделан вот этот черный молдинг. Мы взяли этот активный принт в рамочку. И получилось так, что это пространство не воспринимается пустым. При этом мы не смотрим, что высота потолка дисгармонирует с высотой дверного полотна. Добрались до спальни. Ура! И тут у меня сразу несколько приемов. Я, во-первых, узнала из твоей квартиры. А во-вторых, хочу обратить внимание на фасады шкафов. Потому что мы встречаем такие рифленые фасады вертикальные, а тут ты сделала горизонтально. Идея изначально была сделать фасады жалюзиные. Но вопрос бюджета был. И время у нас уже, понимаете, было сложное, связанное с пандемией и все такое прочее. И, соответственно, хозяйка нашла более интересное решение. И самостоятельное. То есть я ей нарисовала эскизы, согласовала. И ей изготовили вот такие фасады. То есть ты хочешь сказать, что это стоит дешевле, чем жалюзиные дверцы? Ну, казалось, что да. Вау. Тоже здесь Челябинский, да, производитель? Это же здесь бы жалюзиные дверцы а-ля Люра Мерлен, они бы не подошли. Да. Здесь другой немножко типоразмер. Нам нужно было вписать и рабочее место. И пришлось бы заказывать индивидуально, да, вот это? Да, и именно был расчет, что заказывать жалюзиные двери индивидуально. Еще у меня была идея, у нас же тоже на потолке плетение. Я хотела сделать ротанговые, но тоже не смогла найти таких производителей, которые бы на тот момент могли это изготовить. Потому что тоже с ротанговым полотном были проблемы. Ну, вообще спальню ты сделала в таком эко-стиле, я бы так его назвала. Ну, потому что зеленый, какие-то принты ягод, да, дерево в интерьере. Цвет стены роскошный. Знаете, как он называется? Он называется кошачий глаз. И краска тоже хорошая, да? Да, тот же самый производитель, та же самая краска. И обои тоже не бюджетные. Да, эти обои стоят 18 тысяч рулон стоил. То есть мы купили один рулон, сделали из него, использовали две полосы. То есть это вот такое точечное вливание идет. Ну, плюс еще, как бы, видите, что из натурального дерева интересно сделана с головой кровать. Да. Местное производство? Нет, это Ларидут. Да? Да? Так. Всегда, когда мы встречаем Ларидут, мы даем скидку по промокоду 3404. Дополнительную скидку на сайте, где вы можете находить вот такие прекрасные вещи и много чего другого. Это все будет выглядеть индивидуально. Можно я вот тут к зеркалу подойду и скажу? Ребята, пользуйтесь этими скидками. Говорят мне, что это очень дорого, намного дороже, что я продала, сделаю рекламу. Нет же, пройдите, посмотрите по ссылке внизу под видео. Вы сможете там найти реально классные вещи и реально они будут сравнимы с масс-маркетом по цене. Переходите. И еще я хотела бы рассказать отдельно про люстру в этой спальне. Это единственный свет у нас, декоративный светильник, который не винтажный. Это современная модель. Она сюда визуально очень подходит к обоям, этим обоям с виноградом. Но она очень масштабная по размеру. И я боялась, что хозяйка дома скажет, нет, Оля, она не подходит, она такая большая, она такая громоздкая. Но, по счастью, она согласилась. И посмотрите, каким образом она удачно вписалась, несмотря на масштабность. Здесь, видите, у нас и потолки позволяют с этим диаметром работать. И мне кажется, что она просто идеально рифмуется с обоями. Знаешь, даже не по форме, да, а просто по сути. По сути, да, и по цвету. Вот это вот золотистое, свето-черное, хорошо с кроватью. То есть, ну, она как родная здесь. Так, давай с тобой поговорим еще про пол. Везде, да, у нас он, кроме прихожей. Прихожей санузел, керамогранит, а здесь у нас кварцвельнил. Он клеевой, а уложен в виде елочки. Я хожу босиком и дома, и сейчас в гостях. И сейчас меня будут многие ругать, но вот, и тепло, довольно тепло. А, кстати, дом из чего? Вот чтобы мы сразу оговорили этот момент. Я затрудняюсь ответить, потому что я все-таки интерьерщик. По-моему, он из пеноблока был сделан, этот штукатурин. То есть, это дом от застройщика. Пойдем посмотрим, что они сделали в прихожей. Потому что все равно же должны быть коммуникации, газ. Это же все-таки дом. И газ, да? Да, этот дом газифицирован. Тут есть подводка воды. За этими фасадами скрыт газовый котел. То есть, это не глубокий, чисто технический этаж. Этаж, слушай, шкаф. То есть, здесь вот таким образом. Класс. Так, а наверху что за дверца? Наверху вентиляция. Так как у нас есть котлы, для них очень важно, чтобы была конвекция воздуха. Так, ну мы здесь видим, значит, технический шкаф и вот этот шкаф. А этот уже шкаф для одежды, да. То есть, это тот технический шкаф, такой а-ля кладовая, по факту получается. При этом ширина всего, там, наверное, сантиметров 45, дай бог, будет. Вот. Мне вот радиатор мешал, я хотела его переместить. Но, опять же, тут мы посвящались и решили оставить как есть. Ну, какие-то есть решения, да, когда просто необязательно их убирать. Ну да, вот она, смотрите, радиатор. Белая батарея. Ну, ничего страшного, абсолютно они не портят картину и жить не мешают. А еще я хотела обратить внимание тоже на двери, что здесь нестандартные двери получаются. Мы сделали их полуторные, да, и дает возможность какой-то парадности. Не стали изменять размерность. И открывание всех дверей, которые я подбирала, чтобы было именно на те простенки, которые у нас есть. Потому что вы видели, что коридорчик очень узкий и мало куда можно было бы дверь открыть. В данном случае у нас вообще все получилось очень удачно. Да, я хотела еще сказать, обратили ли вы внимание все двери у меня со стеклом, с матовым стеклом. То есть, они не глухие. Сейчас не так часто это встречается решение. Но вот оно очень тут уместно. Ну, опять, и все чаще, потому что все-таки в коридоре дополнительный свет никогда не помешает. Да, это не такое глухое, как бы, закрывание в этого такого тупикового места идет, а мягкий свет. И это визуально становится легче и более привлекательно. Еще так интересно, что же там за светящейся дверью? И что же там за ванная, которую мы уже, конечно же, видели из гостиной? Пойдем смотреть. Я, как человек, которому нравятся ванны, который это осознает, конечно же, должна расспросить тебя об этой красотке. Но это то решение, которое рождается сразу. Когда в ванной комнате есть окно, это безусловный плюс. И, конечно же, как-то его хочется поддержать. И здесь такая ось получилась. Окно. Мы заходим, и сразу это парадная ванна. Благо, у нас за твоей спиной есть душевой отсек. То есть, не надо. То есть, это ванна именно для расслабления. Здесь нет утреннего души, омовения какого-то. Поэтому вот такая отдельная настоящая красотка. Название марки не могу сказать, не помню. Во время съемки самого рум-тура мы снимаем еще много дополнительной полезной информации в вертикальном формате, которую удобно смотреть с телефона. Это шортс-канал на YouTube, и это телеграм-канал и дзен, в который вы можете переходить по ссылкам внизу в описании и находить для себя там больше полезных советов. Более того, систематизированные они гораздо более удобно, чем здесь видео. Там вы можете найти советы по однокомнатным, двухкомнатным квартирам, по ремонту в старом фонде. Или, например, посмотреть плейлисты по разным комнатам. В общем, полезной информации много. Переходите вниз, смотрите. Окно. Оно узкое, вытянутое такое, интересное. Я думала, каким образом его оформить, чтобы оно не смотрелось лысым. И пришла идея с наличником. Только получается, что этот наличник, он не наружу окна, а внутри сделан. И сделана здесь имитация, то есть за счет лепени, обрамления. И еще из интересности, у нас же есть подоконник, но подоконник пластиковый бы испортил эту ситуацию. Поэтому это две угловые ступени тоже керамомарацци. То есть у них есть понятие же ступеней, и у этих ступеней есть еще угловые элементы. Вот эти два угловых элемента, четко тоже опять рассчитано было понимание, что как они у меня должны здесь войти, чтобы все эти моменты состыковать. Ну вот это когда ты занимаешься целыми днями практикой, тогда ты и знаешь, что бывает, как это можно пристроить. Вот из этого и рождаются такие решения. Да. Я хочу обратить внимание, что вот смотрите, здесь есть место, как туда залезть и вымыть, потому что меня всегда этот вопрос волнует. Да, то есть это всегда возможно, чтобы было обслужить пространство пола. Из тех приемов, которые сама хозяйка дома использовала, вы видите, здесь нету напольного смесителя. Да, и я знаю, где он. Он вот здесь оказался. И между прочим, это меня удивило, когда я пришла сначала, я такая, что это за гигиенический душ, потом такая, ага, а смесителя-то нет, вот он. Да, это тоже экономия такая, хитрая. То есть она чисто набирает, спускает душевую лейку и набирает ванну для расслабления. Так, хочу еще обратить внимание, что вот опять же у нас тумбочка совита, такой маленький домик для косметики Зеленский, как в магазине у них. И вообще все так к месту. Вот это зеркало деревянное тоже мне очень нравится, как оно сюда встало именно. Здесь с ними история связана. Это зеркало, когда я делала, у меня в работе несколько проектов, я старую квартиру Сталинку очищала, и хозяйка там избавлялась от всего. А зеркало я хотела оставить, а на тот момент было, нет, говорит, все убрать, надо же куда-то в зеркало пристроить. И, соответственно, я познакомила их между собой, и зеркало встало в другом проекте. Все взрослось. Все взрослось. Так, что по стиральной машинке? Вот знаешь, тоже, ну, выходит, ну, ничего страшного, да, или это какая-то ошибка. Вот я сейчас перестала бояться таких решений. Чем больше хожу по рум-турам, тем больше вижу, что, блин, это вообще не важно. Это на самом деле не важно. Возможно, когда хозяйка дома выбирала модель, она была глубиной, допустим, там, не знаю, 45-48 сантиметров. Плюс коммуникация, она выступает, потому что вот эта вот, в принципе, глубина у нас 50. Но это такие жизненные моменты. Когда у нас есть на что обратить взгляд другой, то есть мы вот на эти такие несостыковки, они уже не приковывают наше внимание. В свое время это вот я у европейцев как бы взяла на вооружение. Когда приходишь в их дом, у них может там стояк быть, как батарея подключена. То есть есть вот это все условия быта, от которых не уйти. У нас же была такая тенденция, все прятали в коробах. То есть все закроют, закроют, потом, не знаю, виниловые обои, постели, дешевые ламинаты, думают, что у них уже красиво. А здесь несколько другой подход. То есть у нас есть вокруг много чего красивого, которым радует взгляд поверхности. А это просто условия быта. От этого не избежать. И к этому нужно относиться проще. Пойдем посмотрим душ. Я хочу, конечно же, спросить про плитку. Для тех, кто не смотрел ролик из твоей квартиры, пройдите и посмотрите, как можно еще с ней работать. И она тоже там очень круто выглядит. Там другая плитка, другой формат. Но цвет синий. И мне кажется, даже вот этот бордюр, который ты выкрасила, тоже же оттуда идея. Там я тоже использую. Да, у меня дома черный бордюр. Здесь вот такой вот бордовый, который подчеркивает, делает взаимосвязь с керамогранитом на полу. Плитка керамоаморации. Кабанчик. Коллекция Аккорд, если я правильно помню. И вот таким образом она у нас здесь вся решена. Я сделала порядка, по-моему, четырех решений с разной плиткой. И у меня хозяйка дома такая говорит, а мне все нравится. В общем, мы начинали выбирать потом, а что нравится больше из того, что нравится. И остановились вот на этом синем варианте. Ну, читается твой почерк. Вот что я хочу сказать. Да? Давай еще про душ. Буквально немножко. В каждую квартиру можно такое поставить или нет? Нет, здесь трап, он сделан, в принципе, в уровень пола. То есть это вдомах, возможно, эта история такая. Что здесь единственное, решились сделать бортик. То есть, безусловно, люди, каждый выбирает какое-то решение для себя подходящее. Кому-то нужно чисто ровное решение, да, чтобы пол и только легкий уклон. Кто-то говорит, а я хочу так. То есть в данном случае, возможно, это технический какой-то был момент, просто я сейчас не помню. Вот, пошел уже. Оля, огромное спасибо. Ты уже как опытный герой моих съемок знаешь, что нужен совет о жизни или о ремонте. Готова? Готова. И, наверное, я его повторю, потому что в контексте говорила, что нужно больше вкладывать в обстановку дома, нежели в стены. Потому что стены – это всего лишь фон для той жизни, в которой мы живем. И гораздо важнее, на чем мы сидим, из чего мы едим, на чем мы лежим. И поэтому таким образом распределять бюджет. Спасибо большое. Итак, мы с вами посмотрели, как живут другие. Хотите больше дать? Ставьте лайк. Напоминаю, что все описание внизу под этим видео суперфункциональное. Там вы можете найти ссылки на разные продукции, какие-нибудь скидки от компании, и вообще много полезных советов, тайм-коды и так далее. Пишите ниже комментарии внизу под роликом, задавайте свои вопросы, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Потому что впереди много классных, интересных выпусках и полезных советов. С вами была Оля Качанова. Мы смотрели, как живут другие. До скорых встреч. Пока-пока. Практически, полностью, точно такая же, как на картинке. Столешница. У нас материал кварц-винил. Вау! Очень благородно он смотрится. Я бы ни за что не подумала, что это ламинат. И главная задача была – это вымереть на спальные диваны. Действительно антивандальное, то есть ничего не видно, никаких капель не видно. Редактор субтитров А.Семкин